Будем говорить сегодня. То надо устраивать всенародные праздники. Люди приходят на работу и показывают большую фигу в кармане. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Евросоюз просто не хочет вводить серьезных санкций. Надеюсь, что Лукашенко в какой-то момент опять вильнет. Конституционный совет уже вписался в противостояние между Евросоюзом и Россией. Лукашенко уже был последним диктатором Европы, правда? Вроде как с ним стали общаться, да, и все забыли о том, что 10 лет назад он вытворял примерно похожее, что при нем исчезали и убивали его политических оппонентов. Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Для Кремля гораздо более серьезный вопрос, а что вообще делать в Беларуси? Россия устроила бы какая-то имитация, но Лукашенко даже на имитацию не идет. Вы смотрите специальный выпуск, посвященный событиям в Беларуси. Каждую неделю мы в прямом эфире обсуждаем с экспертами и главными героями ключевые события недели. Ну и действительно, на этой неделе есть о чем поговорить, ведь событие произошло феноменальное и историческое. Это тайная инаугурация. Это событие, которое практически никто в прямом эфире не видел, но тем не менее, которое крайне важно. Это примерно как свадьба без невесты или поход в ресторан без официанта, или же и вовсе без еды. Давайте посмотрим фрагменты из этой инаугурации. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Вообще, кортеж президента нетрадиционно следовал по всему городу. Люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не предаю инаугурации нынешнего президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация. Ну, действительно, для Александра Лукашенко это обычная рабочая ситуация. Это уже пятая, шестая или даже, может быть, седьмая. Тут не так легко не сбиться со счета. Ну, а лично меня поразило, даже казалось несколько странным, то, что Александр Лукашенко ведь обычно любит помпезность, как Владимир Путин, скажем. Ведь мы все помним такие пустые улицы Москвы, перекрытые. Даже акции протеста никогда не мешали провести Владимиру Путину инаугурацию с размахом. Александр Лукашенко тоже. Но вот в этот раз получилось скромно, незаметно. Ну, и вот даже за этим главным политическим событием года никто в прямом эфире это на самом деле и не следил. Почему инаугурация прошла именно в таком формате? Тут, пожалуй, ответ едва ли не очевиден. Конечно, Александр Лукашенко боялся протестов. Боялся, что в мировых СМИ были такие две картинки. С одной стороны, он, который положил руку на Конституцию, а с другой стороны, ОМОНовцы, которые положили свои дубинки на головы протестующим. Впрочем, конечно, такая картинка все равно получилась, но уже ближе к вечеру. Ну, а то, каким именно последствиями этой инаугурации может привести, мы обсудили с политологом Валерием Карбалевичем. Уже, получается, больше семи лидеров не признали в Европейском Союзе Александра Лукашенко новым президентом Беларуси. Как вы считаете, сам Лукашенко волнуется по этому поводу или он этого ожидал? Ну, после того, что произошло после выборов, после того, как уже были заявления Европейского Союза, когда подготовлены санкции, когда появилась резолюция Европарламента, после всего этого, понятное дело, что Лукашенко это ожидал, это предвидел, и никакой неожиданности для него это не стало. А вы считаете, что именно поэтому он провел свою инаугурацию именно в таком виде? Кстати, возвращаясь к этой инаугурации, сам он считает, по крайней мере, в плане символов, по крайней мере, что эта инаугурация для него проиграна в каком-то виде? Я думаю, что он уже мыслится совершенно другими категориями. Он понимает, что проиграны президентские выборы, проиграна внешнеполитическая концепция многовекторности, которую создавали последние годы, проиграна поддержка общества. То есть сегодня ему особо уже нечего терять. Знаете, когда репутация потеряна, можно уже жить, ничего не опасаясь. Вот примерно по такому принципу сегодня живет Лукашенко. Почему, считаете, что он провел инаугурацию именно в таком виде? То есть вообще никого не предупредив? Ведь можно было, по крайней мере, посла российского позвать. Можно было еще кого-то пригласить. Не обязательно было об этом объявлять, понятно, за неделю, но все-таки. Ну, видите, позвать посла российского, скажем, и не позвать посла китайского, это уже плохо. А если звать послов, то надо всех звать. А если всех звать, то это станет известно непременно. Будет утечка информации, послам не прикажешь молчать и так далее. А он провел инаугурацию втайне, потому что он понимал, что если будет объявлено это заранее, то будут массовые протесты. Причем эти протесты будут наверняка у самого Дворца Независимость. Будет много людей, возможно, будет столкновение с силовыми структурами, будут задержанные, будут те же водометы, которые были вечером вчера. Может быть, будут и раненые, и, не дай бог, вообще убитые. И вот эта картинка инаугурации на фоне массовых протестов и массовых столкновений, она очень нехорошая картинка. Поэтому он выбрал другую картину, которая тоже не очень красивая, то есть втайне, но она все-таки чуть-чуть по его представлению смотрится лучше. Вот поскольку, ну да, тайне провел, ну да, тихонько, ну да, спрятался, но зато без протестов. Из этих двух зол Лукашенко выбрал меньше. А в Кремле, как вы считаете, как на эту инаугурацию смотрели? Ведь понятно, что такой политический язык Владимира Путина и политический язык Лукашенко нечасто похожи. Ну, Путин, помним, защищал столицу во время своих инаугураций. Смеются, на ваш взгляд, в Москве? Смеются в Кремле или с жалостью смотрят? Ну, знаете, как-то какими чувствами смотрят Кремле с жалостью или со смехом, как бы не очень важно. Важна реальная политика. То, что Москва признала президентские выборы в Белоруссии, Москва признала победу Лукашенко, Москва поддержала ее, Путин два раза поздравил Лукашенко, или, может, уже и три. Вот это важно. Вот это важно, это факт. А техническая, так сказать, процедура инаугурации, я думаю, что это для Москвы не слишком важно. И то позвали российского послания, не позвали. Но это дело десятое для Кремля. Для Кремля, понятно, это не важно. А для белорусского народа, для самих людей, скажем, с одной стороны, для протестующих, и с другой стороны, для тех, кто еще поддерживает Лукашенко. Какой сигналом эта инаугурация послала, на ваш взгляд? Что касается протестующего народа, тут все понятно. Народ не признал ни итогов выборов, ни вот эту инаугурацию. Он не признает его президентом, он протестует. Тут все понятно. А что касается номенклатуры, я думаю, что номенклатура тоже увидела реальность, белорусскую реальность, увидела, что король голый, потому что если за тебя проголосовало 80% населения, как утверждают власти, то надо устраивать всенародный праздник. Всенародное празднество, весь народ должен, так сказать, выйти на улицу, торжествовать, радоваться, смеяться, аплодировать и так далее. А если при 80% ты прячешься и даже по телевизору не показываешь, что произошла, что произошла инаугурация, ну, тут очевидно, что какой реальный рейтинг Лукашенко, какая реальная его поддержка. И самое главное, что Лукашенко не смог скрыть это ни от кого. Ни от номенклатуры, ни от народа, ни от международных субъектов. Вот это вот важно, что все понимают, и Лукашенко этой инаугурации как бы еще раз это показал. А это приближает его к каким-то недовольствам, скажем, в верхах власти и, как предсказывали это раньше, правда, предсказания так и не сбылись, к какому-то дворцовому, но не перевороту, но, по крайней мере, некоторым недовольствам. Трудно делать прогнозы пока и государственный аппарат, и силовые структуры демонстрируют лояльность Александру Лукашенко и никаких, так сказать, серьезных признаков раскола или откола нет. Хотя признаки не стопроцентной лояльности, скажем, есть. И это выразилось в том, что как раз в самый острый момент кризиса были заменены ключевые фигуры силового блока. Секретарь Совета Безопасности, председатель КГБ, генеральный прокурор. Просто так, в момент острого кризиса, таких ключевых фигур не меняют. Вот я думаю, что мы можем говорить о некой эволюции политического режима Беларуси. Он эволюционирует в сторону усиления политического веса силовых структур. И смотрите, сегодня главный государственный институт Беларуси – это ОМОН, который бьет людей. То есть с народом дискутирует ОМОН. Ни депутаты там, ни какие-то местные руководители, ни местный вертикаль. Единственный переговорщик со стороны власти – это ОМОН. И это очень качественно характеризует ту ситуацию, в которой оказался белорусский политический режим. Он эволюционирует в сторону такого достаточно милитаризованного политического режима, где именно силовые структуры становятся государственно образующими. А Россия, со своей стороны, когда говорит про конституционную реформу, когда в целом требует от Лукашин каких-то шагов, касательно даже возможных новых выборов, она не будет наставить на том, чтобы этого не происходило в таком чистом виде? Она не будет наставить на том, чтобы режим, по крайней мере, как-то начал разговаривать с людьми? Ну, если судить по риторике официальных лиц российских, то вроде бы да. Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РТВА фактически озвучил ту позицию Москвы, которую, насколько можно понимать, Путин продвигал во время переговоров в Сочи. То есть, силовой сценарий – это хорошо, но этого мало. Нужно предложить обществу некий компромисс, некую уступку, некую морковку. И в качестве такой морковки предлагается конституционная реформа, после которой должны последовать досрочные президентские и парламентские выборы. Досрочные, я подчеркиваю это слово. Значит, вот такую линию Путин, видимо, продвигал в Сочи. Судя по всему, Лукашенко не очень возражал. Правда, приехав домой, он собрал через день совещание с высшим руководством, где заявил, что следующие выборы Беларуси по конституции. По конституции – это значит, через пять лет. В 25-м году. То есть, можно сказать, что мягко дезавуировал. Ну и кроме того, Лавров говорил, что надо вести диалог с сообществом, что эту конституцию надо принимать в диалоге с сообществом. Но при том, раньше тот же Лавров говорил, что не думаю, что Лукашенко должен вести переговоры с Тихановской, с Координационным советом. То есть, если не вести переговоры с реальными субъектами, которые представляют другую сторону, то с кем же надо вести переговоры, диалог. И понятно. То есть, из этих слов противоречивых российского руководства можно понимать, что Россия устроила бы какая-то имитация. Но Лукашенко даже на имитацию не идет. А сейчас вы считаете, вот эта инаугурация каким-то образом ему развязала руки, по крайней мере, внутренние? Можно ли сейчас ждать более жестких действий, в том числе и со стороны ОМОНа, который, как вы говорите, теперь такой полноценный орган власти? Я не думаю, что эта инаугурация как-то повлияла на ту или другую сторону. Я думаю, что главным ограничителем для Лукашенко является массовость протестов. Вот именно это является фактором, который пока останавливает власть от какой-то большей жесткости. Все же власти, видимо, не хотели бы большой крови, не хотели бы действительно, так сказать, тут новых убийств и новых каких-то тех картинок, которые показывали европейские СМИ, где на улице бьют, избивают, там раненые лежат и так далее. Вот именно этот фактор является главным. Как только протесты пойдут на спад, я думаю, тогда ОМОН и покажет. И не только ОМОН, а вся система правоохранительная покажет свою реальную силу. И думаю, что полизаключенных в Беларуси будет очень много. Уже по оценкам правозащитников, 12 тысяч задержанных с 9 августа, с момента выборов. Это большой масштаб, это трудно даже сравнить. Это, как говорят, это больше, чем после введения военного положения в Польше в 81-м году. Это был политолог Валерий Карбалевич, а мы продолжаем работать в прямом эфире. Вы смотрите специальный выпуск русской службы РФИ, посвященный событиям в Беларуси. Смотрите нас в Фейсбуке и на Ютубе. А теперь главные новости к этой минуте, по крайней мере, по Беларуси, это то, что Мария Колесникова все еще остается за решеткой. Ее суд отказался выпустить, хотя в целом и новости тут большой нет. И действительно, никто не мог предположить, что главное лицо белорусской оппозиции выпустят сейчас из СИЗО, по крайней мере, до какого-то продолжения этого политического кризиса. А Кризисовский совет призывает к новой акции неповиновения, начиная с этих выходных. Какую форму она примет, тоже пока не ясно. Но вот самое интересное, что реакции на все эти новости официальной белорусской практически никакой нет. Никто никого не критикует. Александр Лукашенко больше не называет митингующих какими-то страшными и непонятными словами. И вот раньше это был такой диалог глухих. Но теперь это больше похоже на монолог двух сторон. Причем скоро зима, поэтому людей на улицах неминуемо будет, по крайней мере, не становиться больше. Так что это уже не какой-то марафон. Это уже такая автотрасса, на которую вышли все протестующие. Такая кругосветка. Вот самое интересное, как все это отражается на белорусской экономике. Потому что уже два месяца фактически, полтора месяца продолжаются протесты. И пока что никаких улучшений, никакого диалога в этой сфере не видно. Вот о том, что дальше будет и что уже было в белорусской экономике, мы поговорили с экономистом Сергеем Алексашенко. Вот полтора месяца, получается, сейчас уже в Белоруссии идут серьезные протесты. То есть такая уже почти международная изоляция, которая тоже наступает. Вот как поменялась за последние 6-7 недель ситуация экономическая в Белоруссии? Она стала критической, на ваш взгляд? Ну, знаете, как всегда у экономистов не бывает ничего однозначно. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, Лукашенко удалось подавить протестное движение, забастовочное, извините, движение, и вот эти массовые забастовки на крупных промышленных предприятиях. Забастовки как-то прекратились, но, по крайней мере, о них мы практически ничего не слышим. С другой стороны, мы видим, что белорусский рубль потихонечку дрейфует вниз. И вот та финансовая помощь, которую оказал Путин, полтора миллиарда долларов кредитов, и, видимо, еще миллиард долларов, которые Белоруссия должна была вернуть России по Старому соглашению. И вот эти вот 2,5 миллиарда долларов говорят о том, что давление на белорусскую экономику, на белорусский платежный баланс, на валютные резервы Нацбанк очень сильное, потому что последние данные о валютных резервах – это 7,5 миллиардов долларов. И мы понимаем, что когда страна получает, ну, фактически, там, полтора, да, и не должна платить один, то это, в общем, говорит о том, что ситуация уже, ну, если не критическая, то достаточно серьезная. А вот те 1,5 миллиарда кредита, про которые вы только что говорили, это, на ваш взгляд, то, что поможет режиму Лукашенко сейчас выстоять какое-то время? Или это, можно сказать, некий такой тренский конь, который Россия дала Белоруссии, но за это сейчас страна может очень дорого заплатить в будущем? Сможет ли страна заплатить, должна ли будет страна заплатить в будущем или должна, это зависит от того, что будет с политическим режимом, с политической ситуацией, потому что, вспомните, за пару месяцев до Евромайдана, до падения режима Януковича, он получил 3 миллиарда долларов от России, Путина тоже, да, и если сравнивать, что белорусская экономика, ну, примерно в 4 раза меньше, то, в общем, сумма очень похожая. И эти 3 миллиарда долларов до сих пор висят над Украиной, таким, над украинским бюджетом, да, над украинским валютным резервом, достаточно серьезным грузом. То есть, куда эти деньги делись, никто не знает, да, но возвращать пока судебные решения, они не в пользу Украины. Но, с другой стороны, я не думаю, что это какая-то такая, с точки зрения Кремля, долгосрочная игра. Я думаю, что Кремлю важно, чтобы режим Лукашенко устоял, чтобы, это очевидно, помощь краткосрочная. Ежегодно Беларусь получает от 4 до 6 миллиардов долларов поддержки от России в разных формах. Соответственно, вот, ну, полтора миллиарда, даже в нормальных условиях, это, ну, 3-4 месяца нормального существования белорусской экономики, без кризисного. Да, поэтому мне кажется, что Кремль делает все возможное, чтобы режим Лукашенко устоял, и ему совершенно не нужна сейчас еще экономическая паника, девальвация, там, исчезновение валютных резервов у Национального банка. И я не думаю, что всерьез это является какой-то, как сказать, платой, что от Лукашенко за эти деньги потребует какую-то плату. Ведь для Кремля гораздо более серьезный вопрос, а что вообще делать в Беларуси? Да, понятно, что в краткосрочной перспективе это Лукашенко, но вот жить так, когда значительная часть населения страны выступает против тебя, наверное, долгосрочно невозможно. И Кремлю понятно, что вот сейчас это Лукашенко, потому что это законно избранный президент, что любит повторять Путин. Но в конечном итоге его все равно придется менять. Поэтому особых условий, мне кажется, что сейчас ему вряд ли кто-то будет выдвигать. Говоря вот про вчерашнюю анаугурацию, как вы сказали уже в России, подчеркнули то, что она законная, но на самом деле очень многие ее не признали. Там семь пока что стран, видимо, будет больше. Вот на ваш взгляд, как-то повлияет технически на то, что Лукашенко не сможет подписывать какие-то, в том числе и финансовые соглашения от имени Беларуси, и Беларуси будет сложнее претендовать на какую-то помощь со стороны Европы. Нет, но понятно, что при президенте Лукашенко Беларусь не может претендовать ни на какую финансовую помощь со стороны Европы, независимо от того, признана его инаугурация законной или нет. Мне кажется, что то, что позволил себе Лукашенко в отношении своего народа, в отношении граждан, это недопустимо. И, естественно, никакого желания ему помогать финансово сейчас у Европы не возникает. У ЕС, у Евросоюза и в целом у европейских стран. Отдали ли сейчас какие-то речки, влияние финансовое на Беларусь и на режим Лукашенко или все те санкции, про которые продолжают говорить? Это лишь одни какие-то слова, и эти персональные санкции на самом деле Лукашенко и его чиновникам не страшны. Ну, вы абсолютно правы. Пока Евросоюз ведет речь только о персональных санкциях, и они никак не повлияют на экономическую ситуацию в Беларуси и никак не повлияют на устойчивость режима Лукашенко. Персональные санкции, они могут быть для кого-то лично, может быть, неприятными, хотя я сомневаюсь, что белорусские силовики очень часто ездят в Евросоюз, и тем более хранят там свои активы. Поэтому я думаю, что никакого серьезного давления на режим Лукашенко с такими санкциями не будет. Есть ли возможность давить? Да, конечно, есть. Беларусь примерно треть своего экспорта поставляет в страны Евросоюза. Это и химия, и нефтепродукты, и металлы. Соответственно, если перекрыть этот крантик, то, конечно, экономическое давление на Беларусь резко вырастет. Но и брюссельские бюрократы говорят о том, что это приведет к тому, что экономически белорусский народ будет страдать, и это плохо, это не то, чего они хотят. Мне кажется, что когда вводились санкции против Ирана, такие полномасштабные, тема того, что население будет страдать от приведенных экономических санкций, всерьез не обсуждалась и никого не беспокоила. Мне кажется, речь идет о том, что Евросоюз просто не хочет вводить серьезных санкций, надеясь, что Лукашенко в какой-то момент опять вильнет и переметнется, и будет переговариваться с Евросоюзом, а не с Путиным. А на ваш взгляд, это достаточно разумное утверждение, достаточно разумная мысль, которая есть в головах у евробюрократов? Ну, послушайте, ведь Лукашенко уже был последним диктатором Европы, правда? И никто с ним не хотел общаться, он даже был под санкциями Евросоюза. Но, тем не менее, прошло какое-то время, появился более последний диктатор Европы, и Лукашенко предложил проводить у себя даже минский процесс, и в результате вроде как с ним стали общаться, да, и все забыли о том, что 10 лет назад он вытворял примерно похожее, что при нем исчезали и убивали его политических оппонентов, и что это делали люди крайне близкие к нему. Поэтому сказать о истории никогда не говори никогда. Это уже было в нашей истории, причем совсем недавно. И я думаю, что брюссельские кабинеты это хорошо помнят. Это был экономист Сергей Алексашенко. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Вы смотрите нас в Фейсбуке и на Ютубе. Вот почитаю некоторые комментарии. Россия должна сохранить лояльность Беларуси к союзному договору. Пусть будет компромисс. Здесь интересно, что оппозиция, ни Координационный совет, ни другие лидеры не высказываются против союзного договора, не высказываются в целом против интеграции с Россией. Даже Светлана Тихановская недавно расхваливала чуть ли Путина в одном из своих интервью. Но вот мы будем продолжать читать ваши комментарии в Фейсбуке. Обязательно прочитаем некоторые из них. А вот тем временем напомню, что на экономическую составляющую протестов по-особому смотрели эксперты и сами протестующие. Были крупные забастовки. И на эти крупные забастовки была такая ставка, что многие даже сравнивали их с некими французскими такими стачками, самыми настоящими, самыми ярыми прошлого века. Но вот ничего такого на самом деле не произошло. Сейчас мы про забастовки уже практически ничего не слышим. Да, в... Так, сейчас скажу, где это было? В Солигорске. Шахтер Беларуськали приковал себя наручниками в шахте несколько недель назад. Но и на этом все закончилось. Даже санкции каких-то серьезных против этого шахтера не было. Почему так? Почему белорусские рабочие не восстали против Лукашенко? И есть ли здесь какая-то слабость протестующих? Или наоборот это было просто невозможно? Вот такие вопросы мы задали главе Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярушуку. Посмотрите, вот вы находитесь сейчас в Координационном совете оппозиции. Вы в официальном списке на сайте. А сейчас в том виде, в котором Координационный совет существует, он продолжает играть политическую роль в Беларуси, на ваш взгляд? Чем сейчас он вообще занимается? Вы знаете, Координационный совет вообще как бы много критикуют. И вполне возможно, что эта критика имеет под собой основания. Но, вероятно, ответ на ваш вопрос дает отношение самой власти или тех, кто ее узурпировал. Потому что, собственно, после всего того, что происходило, мы можем говорить о том, что власть захвачена целым методом. Чем вы лично сейчас, к примеру, занимаетесь в составе этого Координационного совета? Чем именно совет занимается повседневно? Не только эти громкие заявления, а именно как идет работа? Вы знаете, мне, вероятно, проще, чем многим членам Координационного совета, поскольку создана рабочая группа по связям с трудящимися. И мне, как говорят, все карты в руки пришли сами собой, потому что я являюсь председателем Белорусского кондреса демократических профсоюзов. Сейчас именно в плане забастовок что происходит и продолжается ли движение? Потому что мы очень много громких заявлений слышали, скажем, месяц назад, когда забастовки считались такой альтернативной силой, на которую оппозиция много что ставила. Вот сейчас мы про них практически ничего не слышим. Они вообще продолжаются? Что сейчас происходит на заводах, скажем? Не получились классические забастовки. Вероятно, они не могли получиться, поскольку не было готовности. И вообще у людей не было понимания того, что такое забастовка, тем более если речь идет о политической забастовке. Но они на самом деле трансформировались в итальянские забастовки, в саботаж в различных формах. То, что, ну, вероятно, свойственно и белорусам как партизанской нации. То есть, как бы, люди приходят на работу и показывают большую фигу в кармане. Вероятно, самым наглядным подтверждением того, что они свое дело делают, является ситуация на Беларусь-Калии, где мы можем видеть, наблюдать в разрезе отдельного управления, насколько ниже выработка той, чем была в нормальные времена. Мы не можем говорить о том, что, ну, забастовки потрясли экономику страны. То, что они превратили серьезный фактор давления на власть, это совершенно очевидно. А вот если говорить сейчас про ту инаугурацию, которая прошла на этой неделе, вот как вы считаете, то, что она прошла, по крайней мере, в таком виде, то, что действительно Лукашенко удалось ее провести, то, что его позиция не помешала, это можно сказать, что это неудача оппозиции? Или все-таки вы видите вот в такой достаточно трусливой инаугурации, скорее, наоборот, не то чтобы победу какую-то противников Лукашенко, но, по крайней мере, видите в этом его слабость? Ну, знаете, я написал в Фейсбуке, выбирая между позором и социальным взрывом, известное из речения, перефразированное Черчилля, режим Лукашенко выбрал для себя позор. И таким образом он получит и позор, и социальный взрыв. Но, наверное, лучшего способа насмешить весь мир власть не могла придумать. И, понятное дело, что это абсолютно не решает вопрос легитимности, поскольку в глазах, прежде всего, белорусского общества Лукашенко нелегитимен. Он набрал всего лишь 17-19% голосов. А вот если говорить про то, что будет в ближайшее время, многие говорят, что после инаугурации возможны какие-то более жесткие подавления протестов, то, что это развяжет Александра Лукашенко руки в каком-то плане. Вам лично не страшно продолжать оппозиционную деятельность вот именно в таком контексте постинагурационном? Ну, если бы я сказал, что мне неведомо чувство страха, то, вероятно, нормальные люди мне не поверили, потому что каждый нормальный человек все равно боится. Другое дело, что ненормально страх не преодолевать. А в том состоянии, в котором сегодня находится белорусское общество, которое совершенно очевидно уже изменилось и возврата к прежнему просто не может себе позволить и допустить, народ Беларуси в схватке с жестоким беседичным режимом побеждает. И вопрос времени, когда эта победа будет зафиксирована окончательно без проблем. Мы верим в то, что белорусское общество изменилось настолько, и каждый из нас, и я в том числе, готов идти настолько далеко и столько времени, сколько потребуется для того, чтобы эти процессы были необратимыми. Они сегодня уже, естественно, в значительной степени необратимы. И то, что Лукашенко побоялся открыто провести свою так называемую инаугурацию, говорит о том, что он просто теперь не знает, что делать с этим народом. Он не понимает, не принимает другого языка, кроме языка силовых структур. Но еще раз повторю, что на штыках еще ни один режим не умудрился долго просидеть. Это был представитель белорусских профсоюзов Александр Ярошук. А мы продолжаем работать во прямом эфире. Я напомню, что вы можете писать нам комментарии в Фейсбуке и на Ютубе. Но я напомню, что мимо того, что основным таким, можно сказать, рычагом протестующих была именно экономика, конечно, много говорили и про международные санкции, много говорили про дипломатию. Только вот пока что каких-то особых санкций ни против Лукашенко, ни против Беларуси в целом не видно. Да, конечно, Александра Лукашенко не признали многие страны президентом, но ведь Александру Лукашенко и в целом белорусские власти это на самом деле и не нужно. Вот прошла такая свадьба, как мы уже сказали, один на один, лишних людей нет и дальше, видимо, не будет. Но вот есть еще и дипломаты, которые продолжали последние недели отказываться от того, чтобы представлять Александра Лукашенко за рубежом, Александра Лукашенко и Беларуси. Среди них также и бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он, я напомню, был одним из первых, кто прекратил свою работу в Словакии, в принципе, из всех послов. И вот о днях он создал свое собственное общественное движение «Я гражданин» уже в Минске. Это движение должно работать во многом вместе с Координационным Советом, во многом параллельно с ним, но в целом должно привлечь во протест новых людей. То есть тех, кто как бывшие дипломаты или как бизнесмены не готовы выйти с флагами на улицах, но это просто не входит в их такую грамматику, в их лексикон протеста. Но, тем не менее, готовы также предстоять Александру Лукашенко. Вот по поводу этого движения мы и поговорили с самим бывшим послом Игорем Лещеней. Игорь Александрович, спасибо за то, что нашли время. Смотрите, давай сначала поговорим про инаугурацию, которая прошла, получается, на этой неделе. Вот вас лично, как дипломата, как бывшего дипломата Беларуси, такое отношение Александра Лукашенко к протоколу именно удивило, к тому, что все было так вот не по правилам, совсем игнорируя любые существующие законные правила? Ну, с одной стороны, конечно, у Александра Григорьевича и у его чиновников есть право говорить, что это наша церемония, наши правила. Нельзя забывать, что, собственно, правила-то каждая страна для себя разрабатывает. Но, конечно, мы можем сравнить, мы можем сравнить эту инаугурацию и предыдущую. Тогда были дипломаты, послы приглашены, аккредитованные в Минске, были гости из-за рубежа, и тогда действительно это как праздник была заранее распространена информация. Конечно, тайный характер этой инаугурации, он свидетельствует о том, что понимают, видимо, и сами участники, но в чем боятся себе признаться? Что, конечно, имея 80% поддержки избирателей, в такие тайны, в такие секреты не играли. А что касается именно того, как эта инаугурация проходила, есть ли у вас какая-то информация о том, как именно ее восприняли, скажем, представители белорусской элиты, представители еще тех, кто поддерживают Александра Лукашенко? Вызвала ли она у них самих какой-то шок, именно вот такой тайный характер? Ведь даже они не знали, куда их везут. Ну, знаете, с элитой тяжелее. На самом деле, я уже, если вы элитой называете чиновников Лукашенко, то я уже не эта элита, хотя я 20 лет был не в области, но около власти. Но, я думаю, там все видно по напряженным лицам, даже на официальных съемках официального правительства телевидения, в официальных передачах. То есть, конечно, праздника там не чувствовалось. То есть, все это не очень хорошо восприняли. А вот теперь, если давайте с вами поговорим именно про дипломатический корпус, который вы покинули, получается, уже практически месяц назад, даже больше уже, получается, это было в середине августа, сейчас в середине сентября. Сейчас дипломатический корпус может продолжать как-то нормально работать, именно белорусский. Действительно, много людей ушло, многие людей уволили. Есть ли где у Александра Лукашенко найти людей сейчас для того, чтобы свою дипломатию продолжать? Я думаю, что более немного. 30 человек, но никто не может подтвердить. Я думаю, не так. Мы не можем подтвердить эти цифры. Но люди уходят. И это совершенно очевидно. Есть информация. Есть, конечно, предположения из области черного юмора, что это не потеря, поскольку вся внешняя политика будет концентрироваться на России, Евразес, Дальнем Востоке и странах Дальней Дуги. Ну, а если серьезно, то, конечно, я думаю, что дипломаты деморализованы, потому что все на самом деле понимают, что происходит. И надо иметь жизненные обстоятельства, которые большинства, у меньшинства, может быть, еще и хороший цинизм, типа дипломат должен иметь продать то, что есть. Здесь тонкая категория, когда профессиональные нюансы должны заканчиваться и надо переходить к базовым понятиям. Вы лично когда для себя приняли решение? Что для вас послужило спусковым крючком, когда вы решили покинуть свою службу? Ну, это решение я вынашивал несколько дней, потому что посол может быть эмоциональным человеком, но не может быть эмоциональным послом. То есть сразу, конечно, все это достаточно шокировало, но я смотрел, перепроверял информацию, я общался с людьми, которых я знаю, три дня не было связи нормальной с Белоруссией. Наконец я получил официальную позицию очень поздно, как и все послы от МИДа. Она меня, конечно, не сильно впечатлила. То есть профессиональной точкой был итоговый пакет МИДа, который я должен был продавать в стране аккредитации. Эмоциональная, там были, да, вещи, они известны, что где-то мы увидели одноклассника дочери, которой был избит на фотографиях. Я созревал к этому дней пять профессионально, и дня три эмоционально. То есть я три дня ходил с тем, что это надо сделать, и было понимание, что потеряю работу. Поэтому, конечно, такие вещи так вот не решаются. В итоге созрел. А теперь, если будем говорить про ваше общественное движение, которое вы создали накануне, вот оно называется «Я гражданин». Вот почему сейчас, почему теперь, спустя месяц, вы решили, что просто вашего ухода из политики недостаточно, и нужно, и дипломатии, простите, не из политики, и нужно делать что-то еще? Ну, на самом деле, такое движение, оно было бы востребовано месяц назад. И, конечно, то, что я сделал обращение, это такой необычный шаг. Обычно собирается группа людей, говоря, так, у нас все создано, мы сейчас внесем заявку. Потому что, во-первых, уже видно, что ситуация будет достаточно долгой. И здесь вопрос в том, что я хочу попытаться восстановить максимально, восстановить и исплотить в одних рядах максимальное количество тех, кому сильно нравится то, что произошло. Ведь сначала был базис широкий, он, наверное, сохраняется, но не совсем. То есть люди были, большинство людей, за то, чтобы сохранялось все хорошее, что есть, но чтобы и над ними, и к ним уважительно относились, к ним и их не обманывали. Почему я? Вопрос не в том, почему я. Вопрос в том, что нужно новое лицо и нужно что-то новое. Потому что те движения, которые есть, они уже имеют какое-то реноме. К сожалению, и у Координационного Совета уже такое реноме, что не всякий туда пойдет. Я знаю людей, которые за то, чтобы уходить, но которые уже так немножко с подозрением смотрят на Координационный Совет. Опять, мы, кстати, скатываемся к нему. Они делают очень нужное дело, но был целый ряд ошибок. Было желание второстепенных представителей штабов поиграть в политику. В политику они поиграли, но они реально осузили рамки. Это отдельный разговор. Координационный Совет уже вписался в противостояние между Евросоюзом и Россией. И, конечно, кто-то должен был возглавить все это движение, но там было слишком много ошибок. И эта структура, на самом деле, она уже сильно замкнута. То есть я понимаю, что уровень, назовем так, революционеров, узок круг революционеров. Но они сразу понабрали. Очень интересные люди, очень достойные. Но если вы внимательно изучите список основного состава, который уже может расширяться только за счет рабочих представителей снизу. Там 70 человек, я правильно понимаю, в основном составе. Ну да, древнееврейский Синедрион, но, правда, там поменьше, 70. И там, в принципе, люди интересные, достойные. Но по-хорошему легитимность представителей народа. Они представляют только часть интеллигенции, часть. И только часть бизнеса, хотя и очень передового. Все остальное очень условно. То есть здесь сама структура, она достаточно интересная. То есть понятно, что кто-то должен был возглавить протестное движение. И логично, что Тихановская должна это предложить. Но те, кто создавал 2-3 человека, по своему разумению, там, конечно, больше было революционного воодушевления и игры в политику. Это надо сказать. А вы не опасаетесь, что, скажем, если сейчас ваше движение будет дальше развиваться и привлечь к тебе сторонников, то будет некое такое даже уже не двое власти, а трое власти, или сколько там будет движений? Потому что, с одной стороны, будет Координационный совет, который также набирает политический вес. То есть, Гостнер, будет ваше политическое движение. Не боитесь ли вы, что этот протест так разойдется на две части и в итоге оказывается в меньшинстве? Ну, насчет протеста. Во-первых, у нас сейчас продолжается полное безвластие и полувластие. Есть власть, которая держится на моне, которая сама по себе. Есть народ, который продолжает оставаться сам по себе. Есть Конституционный совет, который сейчас, после заявления о том, что его поддерживает 80% человек, только начало убеждать население, чтобы оно его поддержало. Те, кто пытается сейчас представлять народ, они делают важную работу. Но есть те, кто в совет уже не войдут. Мое заявление рассчитано действительно на широкий круг людей. И в данном случае плюс должен быть легальный механизм общения с властью. Власть уже дала свой вердикт, что она не признает совет. И она не будет с ним говорить. Не будет. Потому что реально говорят с тем, за кем сила. Такую силу совет пока не мог продемонстрировать. Не говоря о том, что самой фразой инициатора, что это институт для транзита власти, был в принципе подписан приговор в глазах власти. После этого можно сколько угодно говорить, что мы площадка. Кстати, после моего вчерашнего заявления, Координационный совет тоже напомнил, что он площадка. Ну что ж, это очень хорошо. Значит, меня тоже слышат. А, смотрите, но ведь все-таки вы говорите про легальный диалог с Лукашенко в легальном поле. Но ведь пока что, судя по тому, что мы видим, Александр Лукашенко и в принципе вся белорусская власть не очень хочет на любой диалог с оппозицией, хоть с Корректорным советом, хоть с кем-либо еще, идти. То есть вы говорите про возможный диалог, скажем, в парламенте или в каких-то именно таких уже узаконенных структурах? Речь идет о легальном движении, созданном в соответствии с существующими законами, которое позволяло бы людям ставить вопросы неудобной власти, начиная от расследований пыток и заканчивая реформой государства. То есть вопрос о том, что видно, что ситуация уже идет в долгую. Было понятно, что власть не убедишь шествами. Вы совершенно правы, что власть не убедишь и общественным объединением. Но когда вот эти уровни, они начинают как бы множиться, уровень такой, уровень такой, уровень экономики, я думаю, это все просто один уровень помогает другому. То есть вы будете работать параллельно или даже вместе в каком-то плане с Корректорным советом? Ну, я думаю, что это идет в одном направлении, с тем столько разницей, что я искренне надеюсь, и это было видно в моем заявлении, что мне удастся привлечь тех, кто за изменение ситуации, но по ряду причин, включая ошибки, совершенные Корректорным советом и его создателями, не будут разговаривать с советом и, может быть, не будут так с ним сотрудничать. То есть я не думаю, что сейчас речь идет о том, чтобы что-то делить. Речь идет о том, чтобы больше людей ввести в диалог. В диалог не обязательно не всем же по улицам ходить с демонстрантами. За каждым демонстрантом, я убежден, стоит не менее пяти людей, а то и десяти, которые думают то же самое, но по разным причинам на улицу не выйдут. А вы не боитесь, что вас, так же, как и лидеров Корректорного совета оппозиции, после вот таких идей, что вы хотите пойти на диалог с властью, хотите возглавить какое-то новое общественное движение, вас так же подвергнут строгим репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко? Ну а куда деваться? Когда я сделал свое заявление на всю Словакию, премьер-министр этой страны сказал, что если Лещене попросят политическое убежище, мы ему дадим. У меня принципиально нет никаких запасных баз. Я весь в Беларуси на виду и работаю теми способами, которые реальны, возможно. Это был бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. И вот последняя новость, которую мы сейчас видим, это МИД Латвии обнародовал расширенный санкционный список по Беларуси. Позволю себе процитировать. Беларусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Демонстрации продолжают дискредитироваться. Непропорционально применяется сила. Усиливается блогировка сайтов независимых СМИ. Возбуждаются головные дела и изымаются носители данных. Говорится в заявлении МИДа. Это агентство ТАСС. В целом здесь, конечно, пока что ничего нового. Ведь про индивидуальные санкции против белорусских чиновников уже говорили. И тут была ясность, что они, по сути, ситуацию не поменяют. Ведь силовики белорусские в Европу ездят нечасто. Едва ли они там хранят какие-либо активы. Это все пока что такие символы. Ближайший вопрос, на который стоит отвечать уже в следующей неделе, это то, где и как будет проходить диалог между властью и обществом. Будут ли это какие-то общественные движения. Будет ли это коррекционный совет. Или это будут некие новые встречи, которые будут проходить в Европе. Или, может быть, в Москве. Но на эти вопросы будем отвечать уже в ближайших выпусках. А на этом мы заканчиваем наш специальный выпуск русской службы РФИ. Мне сегодня помогала Мария Ландсберг, Жульен Ленг и Адриан Туро. Следите за нашими трансляциями во Ютубе и в Фейсбуке. Увидимся уже через неделю. Подписывайтесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok